За мной ухаживает мужичина, вроде как настроен на отношения, вроде как настроен на отношения, да. Как отвечать ему на вопрос, как давно у меня были отношения, если прямо сейчас у меня есть любовник, в скобочках, только для секса, да. Врать не хочется, а правда ему не понравится. Да согласен, согласен, тяжело жить в мире с не очень высокими моральными устоями, я сам такой, сам такой. Ну а что, я же не могу сказать, ну поработай над собой, повысь там, посети католическую школу, прими ислам, ну что там надо еще сделать, чтобы... Но точно скажу, правду говорить ему не надо, потому что тебе даже самой свою правду слышать не хочется, а прикинь мужику. Я вижу, ты настроен на серьезные отношения, но ты должен понимать, меня потрахивает Павлик, да. Но не беспокойся, строго для здоровья. С чем вам еще помочь? В общем, походу надо немножко врать. Надеюсь, он достаточно долго будет за тобой ухаживать, и вы поженитесь, и ты станешь благочестивой, хорошей женщиной. Да, как мы все и планируем, да. Нет, я этого не говорил, не говорил, это ваши личные инцинуации, нет. Правда? То есть надо иногда немножко врать, или что? А ты всегда говоришь правду? Мы быстро перешли на ты, извини. Не-не, извини-те. Короче, на ты, лысый человек в очках. Ну, я же о чем и говорю. Значит, смотри, дорогой, раз так все у нас хорошо получилось, ты всегда говоришь правду. Это твоя проблема. Ну ты сейчас пришел с девушкой? С женой. С женой. Ну тогда я понимаю, почему ты должен был сейчас рефлекснуть и сообщить, что ты всегда говоришь правду. Да ты молодец, ты прав. И ты тоже. Все, кто пришел с женой, всегда говорите правду, вы всегда говорите, ну кому с собой, ну как, что я на твоей стороне. Ну что ты, ну как, ну как, ну мог же сидеть, что рефлекснул. Он домой бы шел, объяснил ей, что, ну да, он, конечно, говорил каким-то идиотом. Мне-то скрывать от тебя нечего. Моя любовь на пятом. Ну само собой. И ему тоже. Ну, ну куда ты? Ну, иногда знаешь, он промолчает по полезнее для здоровья. Я как мог. Я как мог. Спасибо. Да, мне-то что. Устала все тащить на себе во время брака и после развода на работе. Дома. Ты все тащишь на себе. Устала. Ну. Очевидно, что устала, ты же все тащишь на себе. Обычно, когда человек устает, когда он тащит на себе, что? Все. Чужое. Свое, блин, так хорошо. Ну, как бы, не до такой степени мы на «ты», чтобы мы дальше пошли до этого, как бы лекцию читать. Но, тем не менее, я оценил. Я когда-то служил в армии и видел, как один солдат украл мешок сахара. Он его, ну, украл. Он украл мешок сахара. Мы не оправдываем эту историю, речь не об этом. Речь о том, я видел, как он его, ну, он его тащил. Сейчас я объясню, как. Так вот, представьте себе стена, кирпичная стена, ну, метров шесть, там окно, склад такой. И он залез с мешком. Почему он залез? Потому что мешок был, и уже его, уже его. Он его украл, и он стал его. И он его поточил. Своё тащится? Обалденно. А когда ты тащишь чужое, то ты устаёшь, конечно. Ты же тащишь своё, а ещё тащишь что? Мужикова, а ещё тащишь соседова, а ещё тащишь. Ну, вот ты устала, да? И как порекомендовал коллега, надо отдохнуть. Но не получится. Тут же письмо дальше. Чтобы не быть матерью Терезой, стала говорить нет. Ну, слава богу. Начала тренироваться, да. Есть книга, господи, как его? Кави-то. Стивен Кави, да? Или Кави, или Кови. Сложно сказать. Я до сих пор не могу понять, потому что у меня дома есть две книги, два издательства. На одном написано Кови, на одном Кави. Поэтому, я так говорю, Кави, ну, я не могу вспомнить, как правильно. В общем, и там есть такой раздел. Как научиться говорить? Нет, это вообще навык очень полезный. Очень рекомендую, потому что если не научишься, ну, это будет как в анекдоте. Была на ипподроме, развязался шнурок, нагнулась. Пока завязывала, кто-то повесил седло. А ты что? Пришла третья. Так и хочется сказать. Ну, понятно, что ты пошла на ипподром. Я даже понимаю, что развязался шнурок, и ты нагнулась. Я даже понимаю, что кто-то повесил седло. Какого-то ломанулась. Для всех хорошей не будешь. Смотрю, выздоровление началось. Что еще делать, чтобы не быть лошадью, а стать кошечкой, у которой лапки? Хороший вопрос про лапки. Давайте так. Кто видел кошечек, у которых лапки? Настоящих. Мы не аллегория с бабами. Вот мужик видел. А что, какое главное условие того, чтобы у кошечки были лапки? Мягкие еще. Гладить. А еще? Ногтя встригать. Ногтя не. Рядом должен быть либо кот, либо хозяин хороший. Тогда у тебя лапки. А если ты, ну, все, снимай лапки. Бери кайло. Чтобы что-то не делать, нужно, чтобы это делал кто-то другой. Найди человека, который с большим удовольствием будет таскать для тебя печеную картошку из костра. Такие люди есть. Мужчины их зовут. Но бесплатно он таскать не будет. У него есть свои интересы. В чем интересы? Поздравляю вас. Класс. Вот прям чувствую, единение пошло. Сидишь, чувствуешь, что мужика вставило или бабу вставило. А тут смотрю, блин, ну, всех вставило. 30 лет женат. У моей жены лапки. Почему? И мне это нравится. Мужчина заявил о желании вступить со мной в исключительные отношения. Ах, что имеется в виду, пока неизвестно. Возможно, хотел найти жениться. Возможно, хотел... Давай вступим в исключительные отношения. Поворачивайся, да? Ответило взаимностью. Ответило. Что означает, хер его знает. То есть тебя позвали замуж или трахнули. Неясно. Но пока красиво, да? Ответило взаимностью. Ха-ха-ха. Да-да-да. Зацепили его проявления, проявленные качества в отношении меня. Пока не прояснено, что же случилось. Спустя время проговорилось о внимании со стороны другого мужчины. Совершенно случайно проговорилось о внимании со стороны другого мужчины. Незадолго до его появления в моей жизни. Вот бы где-то мозг накачать. Да, вот. Но никто не раздает. Появилась ревность. Предположение на интим. Предположение на интим. Господи, как изящно человек изъясняется. В исключительное отношение. Зацепили его проявленные качества. Незадолго до его... Так-так-так-так. Отказался верить в обратное. Сначала думал о шуте. Потом стало неприятно. Инициатива на нем. Продолжал писать о чувысы твах. Но все время с язвительной отсылкой к той теме. Вот ссылка. Я уверял в обратном. Он отдалился, стал кроток. Зациклен. Что бы это все не значило. Дурное письмо. Не стал бы читать. Ну что, вопрос. Была безлунная ночь. Ничего не предвещало беды. Избегал встречи для обсуждения. В скобочках. Дела, проблемы, самочувствие. Сказал, что позвонит, когда будет готов к разговору. Вот всем так охрененно наблюдать за вот этой перипетией. Мое сообщение не прочитано. Звонок без ответа. Общение прекратилось или на паузе. Ну, такой, не ясно. Это не вопрос пока. Таков итог взаимоотношения длиной в несколько месяцев. Вследствие моей ошибки. Или мужчина мог как бы отстраниться по причинам, независящим от меня. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Спасибо. Ну, слово ваше с большой буквы. Буквы обречен отвечать. Ну, 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 а кто бы сомневался? Мы уже третий день здесь. И хоть раз он был согласен, наш друг? Пока нет. Продолжим. Ну, естественно, не согласен. Это же, это же, ну, позиция. Прекращай. Ну, не согласен, не согласен. У человека свое мнение, у тебя свое. Вместе поедите после лекции, посидите в кафе, обсудите подробности. Не просто сразу домой ехать. Будем разбираться со мной, братан. Сейчас со мной будешь согласен. Так, давайте переведем вот эту всю красотищу, 16-летнюю. А он, а я, а потом, а не ответил. Сообщение просмотрено, но не ответено. Ай-яй-яй-яй. Ну, вот это вся история. Мы это все понимаем. Я сам в этом возрасте в экстазе был. Мы же все любим любовь. Ну, вот это все. Ну, сейчас я старый, больной. Старое слово стар. Звезда, имеется в виду. Ну, чтоб. И вот, что произошло без вот этих всех кружев? Девушка вступила в интимные отношения с малознакомым человеком. Ну, потому что через два месяца все закончилось. Через два месяца закончилось. Мы можем предположить, что началось чуть раньше. И все, что началось чуть раньше, дает мне право сказать, что это малознакомый человек. Вряд ли это, ну, друг с детства, мы общались, мы знали. Нет, нет. А ведь зацепило его, его, зацепили его проявленные качества в отношении меня. Зацепило. Поэтому, если тебя что-то зацепило, нужно сразу что зафиксировать. Зафиксировать это дело сексом. Конечно, потому что если зафиксировать сексом, все, мы в ЗАГС пойдем. В состоянии аффекта я решил, ну, теперь же мы кто? Мы же пара. Это же мой почти будущий муж. А врать же нельзя, мы же честные. Вот мы об этом говорили. Поэтому сразу надо открыть сердце. Потому что к психологу денег нет, в батюшку не верю. Поэтому мужик, который тебя, ну, начал потрахивать, ему тут же надо рассказать про интимные отношения с кем-то другим. Незадолго до встречи с тобой. Ну, а как еще укрепить? Мужик понимал, ну, так понимает, что ты, ну, как бы не самый тяжелый объект сексуальный для достижения. А тут оказывается, что эту крепость штурмует, кого никому не лень. Мужчина начал волноваться. Как бы еще кто-то не потрахивал мою избранницу. Начал волноваться, потому что, ну, конечно, начал волноваться. Мужики вообще не любят, когда кто-то потрахивает его бабу. Я же должен ее трахать, а не кто-то. Так он меня уже не трахает, мы же уже расстались. Уверял об обратном. А он отдалился. Ну, может, ну, просто ему уже надоело. Потрахал месяц и надоело. Такое может быть? 100%? Ну, не 100%. Не всегда. Не всегда бывает. Ну, что 100%? 100 лет. Тихо, тихо, 20 лет. Ну, ты можешь, давай без подробностей. Мы и так понимаем, что у вас непросто. А тут еще вывалить на публику, так сказать. Ну, вот такая история. Я ошибки наделал? Ну, конечно. Языком надо поменьше трепать. И спать поменьше с малознакомыми людьми. Шансы резко повысятся. Сначала надо узнать, что это за человек. Потом выходить за него замуж. Ну, или там трахаться, а потом выходить замуж. В зависимости, как у вас. А когда вы уже поймете, что это у вас близкий друг, можете начать. По чуть-чуть ему открывать сердце. То, что вас беспокоит. Ну, то и то понятней. Я говорить точно не буду, потому что, ну, это не в прошлом. Я прям сейчас стыкаюсь. Для здоровья. Мне вот интересно, для какого здоровья? Чтоб что? А секса какое здоровье? Ну, накиньте мне, чтоб я знал. Какое здоровье? Что? Кариес уходит. Кариес уходит, да. Ну, я делал все, что мог, видимо. Да, да, да. Поэтому. Кариес. Хорошо, еще. Какой? Чтоб не заросло. О, вот пока, пока две причины очень серьезные. Чтоб кариеса не было, и не заросло. Третий пункт, для чего люди трахаются для здоровья? Нет. Вот, тихо, тихо, наш мадам. Что там, что там для здоровья? Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Снова выполнили свои обещания, пришли. И как обычно, не безразлично к нашим посиделкам. Так что там со здоровьем? Спасибо. Пожалуйста. Ну, секс важен, прежде всего, для здоровья. Для какого? Эмоционального. Психологического. Психологического. Какой секс? Как психологический. Какой секс? Качественный. Качественный, что значит? Тот, который... Сильно, глубоко, решительно, или что значит качественный? Который 100% оргазм закрывает все потребности человека. Психологический и... Очень все понятно. Поподробнее для тех, кто на бронепоезде. Или у кого-то рассловно, к примеру. Секс, оргазм, да, следствие... Оргазм, следствие секса? Ну, мы, конечно, стремимся. Мы и дельфины. Мы и дельфины. Мы здесь сланные, по-моему, тоже получаются. Слонные, угу. И, соответственно, итог какой? Общая разрядка нервной системы, правильно? Вы меня не подписывайте на... Я... Вот это правильно, да? Не-не-не, я вас слушаю. Не то, что это мы вдвоем транслируем. Вы свою версию, ну-ну. Это разрядка мощная, мощнейшая. Все нервные системы. Прежде всего, в мозгу. В мозгу. Возникает оргазм. Из-за чего возникает? Из-за оргазма? Оргазма. Я понял, оргазм. А если помастурбировать просто и оргазм выковырять? Отлично. Разрядка будет, но счастья нет. То есть, походу, не от оргазма, да, зависит? Конечно. Зависит, оргазм зависит от, по крайней мере, у женщин. От удовлетворения эмоциональной сферы. Что это значит? Что это значит? Что это значит эмоционально? Любит ее. Ей нравится. Ей приятен его запах, женщина. Ей нравится, как он шапкает ногами. Хрюкает там. А что значит любит? Хрюкай, да, да, да. Храпит. Она уже привыкла за 30 лет. Вот он храпит, ей нравится. Ну, спасибо. Спасибо. Вот, друзья, мы узнали, что значит для здоровья. Надо трахаться, чтобы привыкнуть, как он храпит. Храпит, да, храпит. Храпит и нравится. Поднимите руку, кто пришел без мужа и кому... Не-не-не-не-нет, это... Кто пришел без мужа и кому нравится, как храпит мужик. Пока ты одна. Вставай, солнышко. Что там экстазного? Ну-ка. Что экстазного? Ну, расскажи как. О своих переживаниях приятных. Когда вот мужик храпит, а ты такая... Живой. Я просто в роте храпит. Ну, это ж не значит, что тебе нравится? Ну, меня не раздражает. Потому что ты не слышишь, так храпишь, да? Ну, тогда ладно. Все остальные, я смотрю, воздержались. Такая вот эта, блин. Так, ой, ну что ты, ну взрослая же. Красивая, что не могу, умная. А тебе нравится? Тебе нравится, как мужик храпит? Мой муж, да. А почему нет? Я вот интересуюсь, почему нет, но... Хорошо, а если бы у тебя была возможность отключить храп, воспользовалась бы? Я бы отключила. Что и требовалось доказать. Так и скажи, я научилась терпеть, блин. Терпеть я это научилась. Потому что нет у нас двух комнат разных. Мы не можем жить в разных комнатах. Поэтому я вынуждена терпеть. Ну а что, нравится. Это любовь. А начинается... Ой, девочки, девочки. Продолжим. Секс для здоровья. Муж хорошо зарабатывал. Вот уже все плохо, да? Лучше бы он тварей не зарабатывал никогда. У меня было просто хобби. Сейчас хобби стало приносить хороший доход. Заметила, что муж стал меньше стараться зарабатывать. Хобби бросать не хочу, мне нравится. Ну и чтобы муж перестал стараться, не хочу. Что делать? Как вы думаете, а почему мужчина старается много зарабатывать? Зачем? Мы же вчера говорили, самооценка. Самооценка повышается, да. Сложение в обществе, правильно? А для семьи он зачем зарабатывает? Чтобы содержать свою семью. Еще. Ты же с этого тоже? Ну а чтобы все больше и больше. Ну допустим, заработал 24 600 и в принципе человек не умрет с голоду. И семья нормально будет жить. Но ты хочешь больше. Хочешь, чтобы было и 50, и 100, и 200, и 600, и миллиард и тому подобное. Хочешь, чтобы было больше. Почему? Что заставляет мужчину хотеть больше? Ее потребности. Ее потребности. А что мужчины нам скажут? Качество жизни, да. А вот ты работаешь, работаешь. Потребности бабы увеличиваются, увеличиваются. А вы заметили, они увеличиваются. Увеличиваются, да. А секса как не было? Я думаю, что к концу нашей встречи мужчина получит консультацию. Ну просто высказался, просто выскажется, просто выскажется. Оно накопилось. Никто не хочет выслушать это без перерывов. Так он сейчас накидает. Накидает. Психанул, да. Но все же я вас попрошу, если можно, не помогать мне. У меня есть свой план потрясать публику. И в моем плане было, не было, делить славу с вами. То есть я пока еще терплю. Но я могу начать бороться за право выступать. Смотри, смотри, да и помни об этом. Продолжим. Продолжим. Так вот, на какой момент я вступил в битву с этим доминирующим альфа-сампцем? Да, то есть дело не только не в сексе. А дело в том, что когда мы что-то для семьи делаем, мы хотим что-то из семьи получить. Если мы зарабатываем, кто-то должен в этом, во-первых, нуждаться, во-вторых, благодарить. В-третьих, то, что мы даем своей семье, мы должны увидеть, что эта семья от этого что? Счастлива. Она довольна. Она счастлива. Больше счастливая. Довольна, да? Она радостная. И она эту радость транслирует. И на тебя это попадает. А вот это... Потребности. Да какие потребности? Кидаешь туда, как в унитаз. Еще, еще, еще. Один мужчина не хочет быть банкоматом. Мужчина хочет быть покровителем, мужчина хочет быть меценатом, мужчина хочет быть защитником, добытчиком, а не банкоматом. Поэтому дело даже не в том, что твое хобби что-то приносит. Дело в том, что ты стала деньги зарабатывать и стала относиться к тому, что он приносит. Пренебрежительно. Может быть, ты это не заметила. Может, и не обесценивая. Но, знаете, безразличие хуже обесценивания. То есть... Принес. Принес какие-то денежки. Ну, как можно благодарить, если он 20 тысяч принес, если твое хобби 200 приносит? Ты так на него смотришь. Вроде чувствуешь, что надо сказать спасибо. И такая... Мужчина это чувствует? Обескураживается? Поэтому, если было так просто, брось хобби, и он сразу начнет зарабатывать. Да у многих баб и нет хобби, а мужик все равно, их ничего не зарабатывает. Поэтому, мужчина может достичь все. Если мужчина может, но не делает, знайте, есть три причины. Запоминайте, зачем вам записывать. Первое. Ваши просьбы, ваши потребности значительно превосходят его возможности. Мужчина обескураживается. Ему это неинтересно. Если ты у воронежского плиточника-облицовщика требуешь к Новому году дом в Барселоне, скорее всего, он даже не зайдет посмотреть, сколько стоит дом в Барселоне. Второе. Если не удовлетворены какие-то потребности мужчины, ну, не знаю, в сексе, в благодарности, в комфорте, он делает, ничего не происходит, он не делает, ничего не происходит. Помните, как реклама порошка в 90-е? Там было очень просто. Вот очень дорогой порошок, такой заблюренный рель, а вот дешевый порошок дося. Стираем этим, стираем этим. Разницы нет. Зачем платить Боре? Вот больше. У мужчины такая же история. Я делаю, она недовольна. Я не делаю, она недовольна. Что я выбираю? Не делаю, она все равно недовольна. Или наоборот. Я делаю, она довольна. Я не делаю, а она довольна. Да нахера, она же и так довольна. Напрягаться не надо. Я не буду делать. Я делаю, она молчит. Я не делаю, она молчит. Мужчина всегда выбирает, я не делаю. Если результат одинаковый. Подумайте об этом. И третье. Если эти задачи уже делает кто-то другой. Зачем напрягаться, если можно не напрягаться, и оно что, сделается. Вот и все. Он так понимает, что у него же хобби. Высокооплачиваемое. Что напрягаться-то? Что он ей может дать? Поэтому мужчина и потерял интерес к этой теме. Подумайте об этом. Я не наставил. Наверняка я ошибаюсь. Наверняка. Продолжение следует. Продолжение следует...